Предвыборные премии между действующими и бывшими президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом, которые состоялись на прошлой неделе, приковали к себе внимание всего мира. Они прошли в прямом эфире телеканала очень демократичного СНН в необычном формате. В зале не было ни зрителей, ни журналистов. И не мудрено, ведь под давлением Байден мог бы поплыть окончательно. Помимо того, участники дебатов не пожали друг другу руки и смогли продержаться без оскорблений всего 20 минут из запланированных полутора часов. Конечно, дебаты кандидатов в президенты прежде всего обсуждения серьезных тем. Озвучивание предвыборных программ, обещания светлого будущего и предоставление этапов развития страны на ближайшие годы. Это в идеале, но только не в Америке, где дебаты это шоу под пиво и попкорн. Когда два человека, от которых зависит судьба государства, обзывают друг друга в прямом эфире, показывают средние пальцы и проходятся по внешности, манере одеваться, вешают друг на друга всех собак за неудачи прошлых лет. Натуральный цирк, но даже в нем уверенную победу одержал бывший президент США Дональд Трамп. Если бы у нас был настоящий президент, президент которого уважает Путин, он бы никогда не вторгся в Украину. Ноги уже погибли, гораздо больше, чем нам известно. Все говорят о цифрах. Вы можете удвоить эти цифры, а может быть и утроить их. Байден ничего не сделал, чтобы остановить это. На самом деле, я думаю, он подтолкнул Россию ко вторжению. Точно так же на Израиль никогда бы за миллион лет не напал Хамас. Предвыборные дебаты двух кандидатов прошли с огоньком, что и требовалось для американской публики, где фанатеют по различным шоу и грязи. Ни Трамп, ни Байден совершенно не стеснялись в словах и со стервенением выносили весь ссор из избы. Дональд давил Джо своей любимой темой. США никто не уважает. Он обвинил и небезосновательно действующего президента бесконтрольной миграции и инфляции. У нас граница – это самое опасное место в мире. Он решил открыть нашу границу, открыть нашу страну для людей из тюрем, людей из психиатрических больниц, сумасшедших домов, террористов. Он убивает людей такой плохой границы. Он хочет открытых границ. Он хочет, чтобы наша страна была либо разрушена, либо он хочет получить этих людей в качестве избирателей. В свою очередь Байден обвинил Трампа в близости с актрисой взрослых фильмов, то самое уголовное дело, которое едва не стоило Трампу возможности баллотироваться. А также высказался о том, что он лох и неудачник. Вы лох и неудачник. Немощный Джо в целом смотрелся значительно хуже, а местами и вовсе выглядел как старик в поздней деменции. Терял нить беседы, заикался по 30 секунд, забывал моргать и закрывать рот. Рядом с энергичным, веселым и бодрым Трампом, который, кстати, всего на пару лет моложе. Байден порой был похож даже на мумию, которую вытянули из склепа и поставили для картинки. Мы должны обеспечить, чтобы каждый имел право на то, что я смог с ковидом, извините, справиться с тем, что мы должны сделать. Послушайте, если мы, наконец, победили страхование жизни. Трамп регулярно подлавливал доходягу, виртуозно меняя темы для разговора и заставляя ржавые шестеренки в голове Байдена отчаянно скрипеть, вызывая зависание на несколько секунд. Например, когда Дональд в лоб спросил спотыкача о проблеме мигрантов, последний попытался что-то ответить, но в итоге потерялся в словах и выдал какую-то бессвязную речь. А на вопрос об инфляции Байден попытался ответить более уверенно, но в итоге забыл, о чем говорил и стал разглагольствовать о сексуальных меньшинствах и их важности для общества. Вот оно как. Да, показательный момент дебатов и их серьезности. Дональд заявил, что Джо не только тупой, но еще и слабый. И заверил, что президент не сможет даже ударить по мячу в гольфе, что вызвало бурный и глупый спор. Так-то Трамп прав, но какой смысл тратить время дебатов на такую ерунду? Я только что выиграл два клубных чемпионата по гольфу, даже не среди игроков в возрасте, а два обычных клубных чемпионата. Для этого вам нужно быть очень умным и уметь далеко отбивать мяч. Конечно же, не обошли и тему Украины. Один из главных козырей Трампа и одну из главных слабостей Байдена. Трамп предсказуемо поделился сообщественностью, что при нем такой фигни не было бы и в очередной раз пообещал закончить войну за сутки. Здесь более старого деда ждал очередной фиаско, ведь в его голове снова все смешалось, как в доме Облонских. Бедняга, которую явно чем-то накачали, чтобы он смог простоять полтора часа, кстати, в конце концов он так обесидел, что со сцены его на подгибающихся ногах спустила супруга. Выдал очередное мыслительное харакири. Заявил, что Путин хочет восстановить СССР. Что? И захватить Польшу. И Прибалтику, конечно же. Ну, это же логично, ведь мы с вами прекрасно знаем, что всем очень сильно нужна Латвия с ее стратегическими запасами, шпротами. Я никогда в жизни не слышал столько чуши. Факт в том, что Путин военный преступник. Он убил тысячи и тысячи людей. И он ясно дал понять одну вещь. Он хочет восстановить Советскую империю. Не просто часть. Ему нужна вся Украина. Это то, чего он хочет. И потом, вы думаете, он остановится на этом? Думаете, он остановится, когда захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей, а с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО? Но вот такие вот дебаты, наполненные взаимными обвинениями и умственными провалами действующего деда. Именно на них обратили внимание во всем мире и, разумеется, высмеяли. Реакция американских СМИ была однозначной. Кое-кто не успел добежать до горшка. Журнал «Политика». Байден спотыкается и бормочет уже в начале дебатов. The New York Times, хоть Трамп и делал дикие лживые заявления и пользовался нерешительностью Байдена, но последний на самом деле запинался и терял нить рассуждений. Испанское издание «Демократическая партия США» надеялось, что дебаты помогут развеять сомнения относительно способности Байдена баллотироваться на второй срок. В некотором смысле так и произошло. Он окончательно развеял сомнения. Немецкое издание «Дебаты Байдена и Трампа» потрясли немцев, так как один из потенциальных кандидатов выглядел дряхлым и непредсказуемым, а другой лгал. Демократы должны искать Байдену альтернативу. В противном случае они сами прокладывают Дональду Трампу дорогу в овальный кабинет. Когда действующий президент США в 2024 году созваниваться с Франсуай Миттераном и Вилли Брантом, это дело опасное. Потому что Миттеран умер лет как 30 назад, а Брант примерно 35 лет назад. Так что или у Байдена есть какие-то астральные способности к общению с мертвыми, или же он просто сбредил. Я исхожу из того, что сбредил. Вывод, основанный на дебатах, однозначный. Кто бы ни был у власти в США, война будет продолжаться. Все эти Трампы с Байденами – марионетки того, кто реально управляет США. И эти силы пока не разбалансированы. Миру еще предстоит повозиться, чтобы их ковырнуть. Выбор президента США поистине ужасен. Один дряхлый старик, второй – самодовольный, высокомерный ковбой. Потому для нас никакого значения не имеет, кто там у власти, и на кого бы демократы не поменяли самоходного деда. Курс на уничтожение славян будет продолжаться. А миру нужен мир. Курс на уничтожение славян будет продолжаться.